В эфире ежедневный спортивный обзор. В ближайшие пять минут только самые интересные новости спортивной жизни нашего региона. В студии Кристина Лата. Здравствуйте! Хоккейный сезон в Новосибирске еще не окончен. Когда основная команда уже в отпуске, молодежная продолжает борьбу за главный трофей МХЛ. Сибирские снайперы впервые в своей истории вышли в полуфинал Кубка Харламова. Сибирские снайперы вышли в плей-офф с восьмого места конференции и сразу сотворили маленькую сенсацию обыграв лидера Востока Омских ястребов. В следующем раунде соперником новосибирцев стали стальные лисы из Магнитогорска. То, что не удалось с основной команде, сделала молодежка. Держав победы в одном из выездных матчах, серию против магнитогорцев снайперам удалось завершить дома и досрочно. Две победы при переполненных трибунах 6-1 и 3-1. Дарят снайперам не только полуфинал Кубка Харламова, но и самое большое достижение в истории клуба. К тому же Новосибирск вновь установил рекорд посещаемости. Матч молодежной команды посетило свыше 6 тысяч человек. Пацаны все были очень довольны. Все равно это молодежь, маленькая эмоция. Пацаны впервые для них. Для меня это даже впервые играть, для моего команды в таких трибунах. Эмоции просто зашкаливают. Огромное спасибо болельщикам. Я надеюсь, что дальше еще будет только прибавляться и мы будем стараться ради этих болельщиков, которые нас поддерживают. Первое, хочу большое спасибо нашим болельщикам новосибирским, что они нас пришли, поддержали в такой момент. Ну а мы на что? Мы их успокаивали, мотивировали именно в раздевалке перед игрой. Да, был мадраж небольшой в первой игре, но он ушел после пяти минут там игры и ребята стали просто работать, выполнять тренерскую установку. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлонам. Накануне новосибирская спортсменка Анна Никулина выиграла гонку преследования. Женская дистанция составила 10 километров четырьмя огневыми рубежами. Новосибирская спортсменка отстрелялась чисто на трех рубежах и лишь на последнем допустила единственный промах. Однако это не помешало ей показать в данном виде программы лучший результат – 31 минута и 40 секунд. До этого в спринте Анна Никулина пришла к финишу четвертой. До конца чемпионата спортсмены выйдут еще на старт двух дистанций – это масс-старт и эстафеты. И в завершении выпуска о футболе. Сибирь со старта весенней части чемпионата никак не может выиграть. На этот раз сибирякам не удалось сломить сопротивление аутсайдера ФНЛ. Домашний матч с Камазом из Нижнекамска завершился нулевой ничьей. Сибирь не знает побед ФНЛ на протяжении последних пяти встреч, а вот безвыигрышная серия Камаза достигла восьми матчей. «Первые 30 минут, 35 минут можно занести в актив команды, потому что и были подходы, и были моменты, и можно было где-то в каких-то моментах реализовать, чтобы было попроще. Я думаю, конечно, из-за битой мяч бы немножко по-другому. Вот это боязнь, вот это пропустить и боязнь того, чтобы, опять-таки, находиться в какой-то ситуации, она, естественно, не позволяет команде сырать так, как бы она хотелась». Сейчас наша команда занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Следующий матч Сибирь проведет 3 апреля на выезде соперник команды «Спартак-2». На этом у меня все. Для вас работала Кристина Латта. Смотрите наши выпуски и будьте в курсе самых интересных спортивных новостей. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!